Это мое зеркало! Всем привет! Сейчас приготовлю... Можно завтрак, можно перекус, как хотите. Быстро, просто, что есть дома. 5 яиц, добавляю соль. Вот эта соль у меня сделала с приправами. Только баночку открываешь, такой запах чеснок и все специи, какие нравятся. Добавляете, все перемешиваете и все. Ох, ароматик, ароматик прям. Надо сразу закрывать, а то заполнить всю кухню. Яйца взбиваю. Солью немножко перемешать до однородности. Понадобится 100 грамм сыра, 2 помидора, вот такие небольшие зелени, сколько хотите, стакан молока, стакан муки. Ну и, пожалуй, все. Помидор тоже вот так вот меленько измельчаем. Яйца разболтала. Молоко. Стакан и 200 граммовая мука. Тоже все вот так вот разболтать хорошо, чтобы комочков не было. Перемешала. Убираю венчик, беру лопатку. Забрасываю помидоры, лучок. Можно еще что-то забросить. Перемешиваю все. Поставила сковороду. Можно блинную, можно не блинную. Немного смазала подсолнечным маслом, прям кисточкой. Оно у меня разогрелось уже. Переходим сюда. Будем жарить. Такой вот блинчик красивенький сделаем. Ждем, пока обжарится. Все же сюда поставим. Обжаривается очень-очень быстро. Прямо моментально схватывается на умеренном огне. Так, видите, как хорошо подсыпляется. Переворачиваю. Сюда сырок. Немного кладу. Лишь бы вкус был. Хочу сюда еще зеленушки просто вот так, салатику нащипать. Но это не обязательно, если зелени нет. Вот так, немножечко, да? Раз. Теперь завернем. С этой стороны уже обжарилось хорошо. Можно даже вот так вот чуть-чуть. Вот все буквально секундное дело. За это время достанем блюдо. Со второй стороны уже. Либо подождать, когда посильнее поджарится. Это уж я так быстренько, чтобы вы видели процесс. Ай! Все. Готов один блинчик. Второй поехал. Уже не буду смазывать сковороду маслом. Я думаю, что так нормально будет. Даже лопатка не нужна. Быстренько все. Ой, встаю, жду. Как будто блинчик дарю обычный. Можно подольше подождать, чтобы обжарился на второй стороне. Не переворачивать. Все равно сырок он будет плавиться. Так что нормально. Я все-таки переверну, чтобы он немножечко еще растаял. Ну, все. Убираем. И следующий. Вот, посмотрите, какая красота получается. Уже 10 штук получилось. Еще дожаривается много. Можно прямо обзавтракаться, если на завтрак. Сейчас, пока он не жарится, я кофеечек поставлю. Я один уже съела. Не удержалась. Очень вкусненько. Сразу сейчас переверну. А сюда, знаете, можно. Вот если у вас, например, картофель толченый остался, да, холодный. Ложечку положили, распределили. Все. Грибочки. Что еще? Может быть, даже каша какая-то рисовая, густая, пшенная. Ну, начинка. Нормально будет. А давайте я сразу вам горяченький. Ой, это сильно горячий. Вот этот вот немножко остыл, чтобы разломать. Как сырок плавится. Смотрите, какая красота. Горячий есть. И салатик. Вау. Супер. Вкусняшечка. В холодном виде тоже они очень вкусные. Они такие нежные-нежные, потому что тесто не забито мукой. Очень быстро все внутри прожаривается. Все готово. Получилось 12 штук. Два уже я умяла, потому что очень вкусные. Еще сейчас один съем. И кофе как раз подоспел. Налью. Пока горяченький. Вот так. Вот этот вот у меня последний. Я его еще. Вот эти. Супер нежность. Если вам не нравится, что помидорки вот так выпирают, можно их прям мелко-мелко порубить ножом. А я их порезала, даже кожуру не стала снимать. Замечательно. Ничего, они не выпадают, а вот прям так это смотрится красиво. Вот такой быстрый, супер-быстрый завтрак. Очень вкусный сыр. Так что вот сейчас буду наслаждаться. Всем самого доброго. До встречи. Пока.